Всем привет! Это наша рубрика про Россию с любовью, и сегодня мы будем развенчивать мифы про Красную Поляну. Ну, потому что сейчас уже апрель, скоро сезон отпусков, может быть, кто-то хочет поехать в горы, может быть, кто-то не любит загорать, и вы хотите больше узнать про Красную Поляну, мы там были два раза, и сегодня мы вам всё расскажем. Значит, Женя у нас снимает, и Женя будет нам зачитывать миф, и мы будем про него уже вам рассказывать, правда это или нет, и как, по нашему мнению, это вообще всё происходит. Погнали? Да, погнали, я готов. Давай. Так, первый миф — это КП, это очень дорого. КП, комсомольская правда? Ладно, Красная Поляна — это очень дорого. Есть такой миф, он, кстати, очень популярный, но я вам хочу сказать вот что. Мы ездили первый раз в мае 22-го года, отдали 54 тысячи за двоих, по-моему, да? Ну да, где-то так. Потом мы поехали второй раз в конце сентября и отдали 75, по-моему, тысяч за двоих, и это были хорошие отели на территории курорта с завтраками и с перелётом туда-обратно на двоих. То есть это была такая хорошая пакетная путёвка, это не только отель, но мне кажется, 54-75 на двоих, там за 7, второй раз мы вообще 11 дней, по-моему, жили, но это вообще недорого, да? Да-да-да, и во втором отеле у нас ещё был огромный спас, бассейн. Да, кстати, да-да-да. Вот зимой там, да, там капец дорого, мы в этом году смотрели, хотели поехать, но дешевле 150 тысяч на неделю, проживаний только, я ничего не видела. Потому что там, ну, сезон, понятно, все катаются на лыжах, на сноубордах, и плюс ещё к этой цене нужно прибавлять скипас. Скипас стоит в среднем 5000 рублей на человека в день. Ну, то есть зимой, да, цены космос. Ну, и еду, естественно, прибавляют. Да, ну ещё и еду. Но вот, кстати, с едой в Красной Поляне разные есть совершенно ценовые сегменты, можно поесть в дорогом ресторане, в Сахалине, например. В Москве тоже есть, там как бы и роллы, тысяча, сколько, 1700 они стоят. Да, где-то более полутора тысяч. Дороговато как бы. Можно поесть в каком-то среднем кафе, там суп 300, 50, 400 рублей. Можно поесть в столовой. Можно, не знаю, там купить продукты в супермаркете, если вы снимаете апартаменты, приготовить самим. Ну, то есть, в общем-то, можно потратить очень много денег, если есть такая цель. А можно, ну, достаточно бюджетно съездить, если ехать в не сезон, имеется в виду не зимой. Вот, вот такая история. Причем, что дорогие рестораны, что столовые, там на хорошем уровне, там нет рогаловок, грубо говоря. То есть, все достойные. И, правда, можно поесть задешево и также задорого, примерно с таким же качеством. Да, и вот, кстати, про лето хочется сказать, так как у нас сейчас просто закрыты все аэропорты в Краснодарском крае, кроме Сочи, вот летом есть нюанс, туда достаточно дорого стоят авиабилеты. И не знаю, как поезд, но мы вот авиабилеты смотрели. То есть, может быть такое, что отель у вас на неделю будет стоить 20 тысяч рублей, а билеты на самолет 40 на двоих. Ну, то есть, может быть, на машине будет дешевле поехать. Не знаю. Но это вот на сегодняшний день только потому, что аэропорт Сочи очень сильно перегружен. Вот такая история. Так, едем дальше. Второй миф. В Красной поляне нечего делать, если ты не горнолыжник или сноубордист, наверное, ты хотела еще написать. Да. Ну, кстати, если мы говорим про зиму, то всегда можно покататься на подъемниках, если вы не катаетесь на лыжах или на сноуборде. Как это называют горнопляжники таких людей. Нормальная история. Мы все так или иначе горнопляжники или в тот или иной период жизни. Ну, потому что, когда приезжаешь на горнолыжку, бывает, никогда ты не катаешься, и ты просто катаешься на подъемниках. Ну, как бы, почему бы нет? На самом деле развлечений там очень много. Бассейны, аквапарки, виды прекрасные, пешие маршруты, какие-то там, не знаю, хаски-парки, какие-то там детские парки всякие, типа, за Бабой Его и вот это вот все. Ну, то есть заняться... А, магазины, естественно. Да? Да. Мы вот, например, со скалы еще прыгали. Кстати, да. Это было очень круто. Там есть высокогорный парк аттракционов, называется он Скайпарк. И, насколько я знаю, таких в мире всего два. У нас еще где-то на границе. И вот если вы видели, люди, которые вот там за ногу их привязывают, они со скалы прыгают и орут. Вот это вот оно как раз. Банджи называется. У нас там были веселые истории с этим Скайпарком, как Жень боялся. Но это мы потом вам расскажем. Отойдем мне вообще. Я не боялся. Не боялся? Нет. Короче, очень крутой парк. Я прям советую вам сходить. Не может быть, точнее, я хочу еще раз прыгнуть со скалы, потому что это, знаете, лучше, чем психолог. Потому что из тебя выходят все эмоции. Хорошие, плохие, вообще все. И это прям мне понравилось. Итак, третий миф. В России плохой сервис. Ну, наверное, речь идет про Сочи. Не знаю, я в Сочи в самом не была. И, наверное, в России... Ну, не наверное, у нас в России реально раньше был плохой сервис. Я могу даже показания сказать, как он там изменился за 10 лет. И сейчас, ну, вот в Красной Поляне это просто, ну, сервис какой-то замечательный. Потому что в ресторанах официанты, там, сотрудники на ресепшне в отелях, уборщики, я не знаю, там, сотрудники, работники канатных дорог, ни разу я не встречала хамства с их стороны. И наоборот, ты когда подходишь, что-то спрашиваешь, они тебе всегда подскажут, расскажут очень вежливо. У меня родители, когда первый раз с нами приехали, они такие подходят к нам. Там, помнишь, прикиньте, здесь все здороваются. Да, даже... Кстати, даже охранники, которые там максимально суровые, на Красной Поляне свои охранники, у них там черная форма, они... В основном это ребята кавказцы такие. Да-да-да. С максимально серьезным выражением лица. И даже когда к ним подходишь что-то спросить, они тебе мило отвечают, помогают. Да-да-да. Ну, мы еще сами с людьми вежливо разговариваем. Наверное, от этого тоже зависит. Если ты к охраннику-кавказцу как-то грубо обратишься, я не думаю, что он тебе вежливо ответит на твой вопрос. Но не знаю. Так, у нас тут ЧП Аква пришла. Выставить камеру. Сейчас. Вот, вот, да. Давай мы ее пшикнем. Все, иди, иди. Так, ладно. Итак, дальше миф номер четыре. Тебя все пытаются обмануть. Ну, это в плане, когда ты туристом приезжаешь. Мне кажется, в Стамбуле так было немножко, да, в некоторых местах. Вот, кстати, Стамбул, это да, до сих пор так. В России, ну, по крайней мере, в топовых курортах или каких-то прогрессирующих городах уже такого вообще не встречается. Ну, или даже если встречается, то это, скорее всего, как исключение. А шлейф этот, наверное, тянется вот... С побережья. Опять же, с побережья, да. И с... Я думаю, что и на побережье сейчас не так, скорее всего. Просто это вот с каких-то там нулевых девяностых годов, когда там тебе пытались продать тухлый шашлык, который стоит там, я не знаю, как целая корова, грубо говоря. Вот, сейчас такого, ну, мы, по крайней мере, не встречали. Наверное, это связано еще с тем, то, что, ну, во-первых, люди умнеют, во-вторых, заходят федеральные какие-то игроки в бизнесе. Конкуренция очень большая, да. Да, соответственно, они навязывают конкуренцию сильно местным воротилом, так сказать. Вот, и... Ну, а красная полянка, она вообще особняком стоит, то есть это отдельно уже изначально круто построенный проект. Там, как с 14-го года, точнее, там с 14-го года ее начали строить, а потом там немножко поменялась власть, зашли частные инвесторы. Ты куда-то не туда пошел сейчас. Ну, что я, деда понесал. Зашли частные инвесторы, и там вот за последние три года сильно все поменялось, и, соответственно, там сильно лучше еще стало. Я просто вспомнила почему-то с Казани. Казань тоже достаточно крупный такой туристический центр, и мы там часто бываем, потому что там ехать два часа всего на машине от нашего родного Ульяновска. И там есть, в общем, эти, ну, не знаю, люди в костюме лошадей. У них там почему-то лошади. И они, значит, ходят по улицам, фоткаются с туристами. Ну, вот мы с таким не сталкивались, мы просто как бы с ними ржали, там, прикалывались, шутили. А я читала в новостях, что вот они фоткаются с туристами, особенно с детьми. Ну, как бы детям прикольно. И потом начинают вымогать у них деньги. Но люди уже сейчас как бы они не дураки, они милицию, полицию вызывают. Кто у нас там, полиция, да, сейчас? Да. Да, и там охранник какого-то могут на Баумана просто... И все, и как бы их привозят в отделение, проводят там разъяснительные работы. Естественно, такого все меньше и меньше сейчас. Поэтому, мне кажется, и в Сочи, наверное, тоже. Пятый миф. Там нет цивилизации. Ребята, ну, вот мы последний раз, когда были, мы реально видели, как пылесосили брусчатку. Вот прям пылесосили, там перекладывали брусчатку на курорте. И, ну, понятно, что там сверлят, и чтобы пыль не летела, они поставили пылесос и пылесосили брусчатку. Там есть доставка еды, каршеринг, в общем, чего там только нет. Я не знаю, консьержсервис, наверное, все подряд. Ну, вот все. Поэтому говорить, что в Красном Поляне нет цивилизации, ну, это вообще неправда. Ну, прям 100%. Да, на развитии многих провинциальных наших городов. Вот там есть, например, прачечное самообслуживание, мы пользовались. Да, кстати, да, очень удобно. Нет проблем со связью. Ну, если куда-то вот совсем в горы уйти самому по экотропам, ну, это как бы уже... Ты, наоборот, уходишь от сотовой связи специально. То есть у тебя такая идея. А если ты где-то в, ну, вот самом курортном городке, то, естественно, у тебя все прекрасно ловит, плюс всякие Wi-Fi и все вот это. Вообще никаких проблем. Да, поэтому это неправда. И, значит, миф номер шесть. Не поеду, потому что там казино. Всем известно, что Сочи у нас игорная зона. У нас сейчас... Раньше, я помню, просто в нашем Ульяновске кругом были казино, всякие игровые автоматы. Потом это все запретили. И вот в Сочи это все есть. И некоторых, видимо, пугает то, что в Сочи казино. Они думают, что сейчас приедут, а там прям какой-то кошмар, беспорядок и разврат. Но нет. Мы не знали, в принципе, где находится казино, пока мы мимо него случайно не прошли. Там все хорошо, охрана, никого на улице там нет. Никого не бьют, никто не валяется, никто не кричит. Но, в крайнем случае, мы не видели такого. Да? Да, да, да. У некоторых казино ассоциируется с каким-то... Ну, вот карта деньги два ствола, вот эта вся история. Мафия. Проституция, бандитизм, мафия, да, и все такое. В Сочи это сильно зарегулировано. И если ты не захочешь найти, ну, вот, целенаправленно пойти в казино, то ты их не будешь замечать. Никто себя не потащит туда насильно. Да, да, да. То есть там нет даже зазывал, кстати, никаких. Да, кстати, да. Миф номер семь. Далеко до моря. Ну, да, это как бы правда, что там далеко до моря. У тебя море из окна не будет видно, но у тебя из окна будут видны горы. И, в принципе, мне кажется, это, ну, просто, по сути, два разных типа отдыха. Если ты хочешь полежать и позагорать, ты едешь на море, ну, поближе к морю. Если ты хочешь подышать горным воздухом, посмотреть на горы, погулять по экотропам, и не в жаре, то ты едешь в горы. Ну, как бы, ну, нужно понимать просто, чего тебе нужно в конкретный момент времени. И вот то и выбирать. Ну, и плюс ехать до моря там, кстати, на каршеринге 40 минут, да? Да, да, да. Я здесь хочу добавить то, что, ну, это совершенно две разные потребности, море и горы. И, соответственно, тут надо смотреть так, то, что море рядом с Красной Поляной, это, наоборот, как бонус. Так же, как и Красная Поляна рядом с морем, это бонус для тех, кто отдыхает на побережье. Вот. А ехать в горы и потом сетовать на то, что, блин, я там до моря добирался на электричке, или на каршеринге, или на велосипеде, или как угодно. Каждый день по 40 минут. Да, каждый день там по часу или по 40 минут, ну, там, в зависимости от вида транспорта, да? Но это совершенно неправильно. Если вам такое будет человек в диалоге говорить, не надо ему поддакивать. Или, наоборот, поддакивать и просто закончить диалог, ну, потому что это совершенно разные вещи. Ну, просто, мне кажется, не совсем рационально покупать, допустим, путевку на неделю в горы и каждый день ездить на море. А смысл тогда в горах вообще жить? Мы в мае неделю жили, мы один раз всего доехали до набережной, вот так вот хватило. А в сентябре мы жили чуть подольше, там что-то 11 ночей, что ли. Тоже один раз мы съездили, да? Или два? Да, мы в мае поехали просто прогуляться по набережной, потому что... Дельфинов. Юля их обожает. Да. Вот, соответственно, посидели, посмотрели на дельфинов. А второй раз, ну, мы просто вот в горах была непогода, что-то типа дождь шел в этот день, и мы решили прокатиться до набережной, развеяться. Мы просто доехали до набережной, взяли булочки. В кондитерскую там у нас. Да-да-да, потому что мы хотели в мае еще зайти в эту кондитерскую. Вот, в мае почему-то не попали, и целенаправленно вот в эту кондитерскую съездили, взяли себе булочек и уехали обратно в город. Да-да, то есть мы на набережной провели буквально 40 минут. Ну, не знаю, вот сейчас вот если ехать, например, в июне, неделя на две, я бы заложила, наверное, 2-3 дня на море, и все. Ну, потому что просто я настолько горы люблю, и там настолько классно, что мне не хочется тратить день на лежание у моря, мне как бы двух-трех раз за двухнедельный отпуск хватит, ну, выше крыши. Тут нужно, да, понимать просто, куда ты едешь. Ну, и что, получается, все мифы с тобой, да, развеются? Велия, кажется. Ну, из того, что мы знаем, да. В общем, я надеюсь, вам наша рубрика про Россию с любовью нравится. Мы здесь будем всякое разное снимать, и про курорты, и про еду, и про бренды, и про прошлое, и про будущее. В общем, такая рубрика «Конструктор». Надеюсь, что она будет интересной. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и я была рада всех видеть. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова